Эта история началась в декабре 2020 года, практически год назад. Тогда нас бомбануло и мы на эмоциях запилили обзор на недоферму с Алиэкспресс. Если кто-то не видел, обязательно посмотрите его, иначе вы не уловите причину следственной связи. Ссылку найдется под этим видео. Так вот тогда мы подумать не могли, что ролик так зайдет аудитории, что попадет в топ-3 самых просматриваемых видео на канале. Сказать, что мы в шоке, это ничего не сказать. В комментариях к тому обзору многие просили снять доработку этой фермы, так сказать довести ее до ума, сделать ее прикотной для комфортной жизни муравьев. Грянул гром среди зимы, ваши просьбы были услышаны. Пришло время заняться этой недофермой. Повертев эту ферму в руках пару минут, для себя мы обозначили план ее модернизации. Первое, самое основное, чего не хватает этой ферме, это адекватное увлажнение. Поэтому мы зальем гипс, сделав цивильный блок увлажнения. Без него для муравьев будет не жизнь, а одно сплошное страдание. И не надо, пожалуйста, писать, что у меня муравьи и третий гуд живут в таком фармикаре, и все ок, уже 20 рабочих появилось и так далее. В этом как раз такие проблемы. Второе, нас дико бесила болтающаяся арена. Попробуем ее хоть как-то зафиксировать. И третье, сделаем ручку для крышки арены, уберем перегородку на входе в гнездо. Хватит слов, ближе к делу. Начнем с того, что попытаемся зафиксировать арену. Идеи для фиксации было несколько, но мы зачем-то выбрали самую непростую, но на наш взгляд самую эстетичную. Суть доработки заключается в следующем. Мы просверлим в акриле в отверстие под диаметр 2 мм, под винт того же диаметра, а в стенку самой арены вплавим гайки под эти винты. Ничего не понятно? Просто посмотрите дальше. Теперь арена фиксируется двумя винтами длиной 10 мм, и снаружи ферма эстетичная выпирает только их шляпки. Теперь перейдем к подготовке ферм к заливке. Для начала разберем ее. Далее нам необходимо убрать часть перегорода, которая мешает нам сделать заливку необходимого размера. Заливка будет происходить с двух сторон, то есть у фермы будет сохраняться модульность. При заполнении муравьями первой секции можно будет открыть доступ ко второй. Горячим ножом срезаем перегородки у всех слоев акрила и зашлифовываем неровности. Готово! Теперь фиксируем винтами первых два слоя формикария. Далее из пастелина делаем опалубку в тех местах, где гипс может протечь дальше по формикарию. То есть наша задача сделать замкнутное пространство для заливки. Идем готовить раствор. Раствор мы готовим из гипса Г-16, доводя до консистенции кефира. Тщательно вымешиваем, чтобы не было комочков и множества пузырьков. Раствор готов, пора заливать. Схватываться, то есть сохнуть, он будет от 24 до 48 часов. Чтобы ускорить процесс, мы поставим его на теплый подоконник. Пока гипс затвердевает, приколхозим ручку для крышки арены. Рой ручки будет выполнять завалявшийся кружок акрила диаметром 16 мм. Оставляем сохнуть и идем со спокойной душой домой. На следующий день, когда гипс окончательно затвердел, можно перейти к сборке формикариум. Но перед этим удалим остатки гипса, которые вытекли за рамки опалубки. И хорошенько протрем все слои тряпочкой, чтобы удалить остатки гипсовой пыли, пластилины и жирных отпечатков пальцев. Готово. Теперь собираем все слои вместе. Прошу заметить, что винты будут шляпками наверх, а не так, как было показано у производителя. Вместо плоских гаек будем использовать колпачковый, так они не будут царапать поверхность, на которой будет размещаться ферма. Убираем горячим ножом перегородку входа в гнездо. И полностью собираем арену. Если кто-то заметил, на стенке арены появилась трещина. Это результат нашей спешки. Мы хотели просверлить стенку фермы и арены одновременно. Так нельзя, нужно сверлить по отдельности, а лучше проткнуть все горячей спицей. Так безопаснее. Ферма собрана, осталось собрать и установить пробирку автономного улажнения и закрыть арену крышкой. Та-дам! Модернизация фермы завершена. Теперь на нее можно смотреть без слез. Ну а вы, друзья, в комментариях поставьте, пожалуйста, оценку, получившуюся ему результату. Где два, это лучше бы мы ее не трогали, а пять, высший балл, лучше и быть не может. Нам интересно будет услышать ваше мнение, да и видео быстрее попадет в рекомендации. Ну и само собой, не забывайте про лайк и подписку. Ну а с вами, как всегда, был канал Муравин и Дом. Всем хорошего настроения и пока!